Всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик, довольно неожиданный видеоролик, который выходит не совсем стандартное время, но связан исключительно с тем обновлением, которое у нас произойдет завтра в игре. Уже завтра в игре вернутся в продажу устройства для пушек и корпусов, вернутся они в продажу в гараже за кристаллы, также устройства на корпуса будут продаваться в магазине за 5000, грубо говоря, танкоинов. Разработчики говорят о том, что это все дело связано определенно с тем негодованием, которое было высказано в их адрес после того, как устройства ушли из продажи, вдруг резко. Сейчас же с этим обновлением, которое выходит завтра, практически все устройства дорожают в большом количестве, то есть если раньше устройства стоили например 20 тысяч, завтра они будут стоить по 245 тысяч. И есть конечно тут 2 или 3 устройства, которые стоили 200к, будут стоить там 149, но не в этом суть, да, то есть цена устройств реально большая, плюс если у кого-то там есть желание, мы типа берем, добавляем в магазин еще устройства на корпуса. И еще один моментик, который завтра будет в видеоблоге по поводу фондов в про-битвах, я все же надеюсь на то, что там будет не полное отключение фондов, а будет отключение фондов исключительно о том, что говорили про форматные бои. Не будет сейчас все это дело акцентироваться на полном про... на полных про-боях, то есть для меня сейчас это смотрится ну абсолютно бессмысленно, я уже думаю о том, что кто-то решил пробить дно или что здесь вообще может произойти. Но если углубиться немножечко больше в устройство и высказать свою точку зрения, ну по моим эмоциям я думаю, что вы уже понимаете, что ну это провал, ну что, это провал. Зачем делать тогда было вообще в контейнеры? Для чего? Для чего вы делаете это в контейнеры, если через пару дней вы вдруг резко меняете? Вы помните хоть раз, чтобы танки отменяли какие-то обновления, которые уже вышли? Нет, такого не было. А знаете почему это обновление? Возможно таки завтра изменится, вернее невозможно оно изменится. Потому что скорее всего это был продуманный ход. Это не просто так произошло. Вы думаете то, что прошло два дня и они вдруг резко передумали и все это дело поменяли? Я скорее всего думаю, что это было запланировано, это было сделано специально. И не было такого акцента, как они здесь пишут на игроков, то что вдруг там бурная реакция игроков, то что все захейтили, поэтому мы пошли на уступки, мы к вам прислушались, мы вернули. Я думаю, что здесь исключительно их решение, никак не прислушивание к игрокам. И все это было уже давным-давно ими продумано и специально сделано. То есть по факту, что мы имеем? Мы имели устройство с определенной ценой на каждый элемент, то есть с определенным званием. И стоимость была практически всех устройств довольно-таки небольшая, да. Зачастую хорошие устройства стоили дешево, да. Не все конечно же, но большинство из них. Сейчас же, с завтрашнего дня эти устройства будут стоить тут аж по 245к. И если суммировать все эти устройства, то тут выйдет просто нереальнейшая большая цифра. Да, окей, я согласен с тем, что игроки, которые приходят в игру и которые смогут как бы купить, это норм. Но один факт того, что я успел в последний день скупить все те устройства, которых мне не хватало, грубо говоря, за 1800. Если бы я бы их не купил бы пару-тройку дней назад, оставил эти устройства и сейчас бы захотел бы их купить, мне бы уже бы пришлось бы потратить минимум, я думаю, миллиона два-три точно. Может даже и больше. Я не хочу здесь считать, я не хочу в это вообще углубляться, потому что я вижу здесь такое устройство, как пусковая установка Охотник. 20 тысяч кристаллов стоило, сейчас она будет стоить 245к. То есть, ну и так далее, да. То есть, здесь много устройств, которые стоили дешево и сейчас они будут стоить довольно-таки, довольно-таки дорого. Для меня полнейший провал, просто полнейший провал. Я не знаю вообще для чего это делать, если вы уже тогда вводите. Ну, как я уже сказал, ну пробиваем дно, пробиваем дно, да. Что будет с про-битвами, я честно говоря не знаю. Но похоже, если уж в про-битвах отключат везде фонды. Но, скорее всего, там был такой минимальный байт на завтрашний видеоблог, да. И, скорее всего, там просто расскажут про форматные бои и про те бои, которые уже в закрытках, то есть фондов нету. И с чем это связано, просто об этом расскажут. Я очень сильно на это надеюсь, нежели все фонды в про-битвах будут отключены. Если они будут отключены, то я думаю, что, ну тут уже, как говорится, до конца уже, ну, осталось не так далеко. Да, и хейта прибавится, знаете, во сколько раз больше. Я уверен, что там уже будет совсем-совсем другая ситуация. Если устройство и вся эта ерунда, да, как бы, ну, бьет, да, бьет по репутации, бьет по... Ну, тяжело вообще принимается. То про-битвы это прям, ну, уже конечное, можно так сказать. То есть с этим я еще как-то, ну, более-менее могу согласиться, но с про-битвами с нулевыми фондами я согласиться никак не могу. Вообще просто никак. Вообще абсолютно, да. То есть если здесь я успевал скупить, вам успел что-то сказать, предложить, чтобы вы скупили то, что вам надо. Сейчас окей, там это вернется. Я буду записывать обзоры, вы прислушиваетесь, берете, да, окей, но с про-битвами... Увы и ах, друзья, согласиться я, ну, вообще никак не могу. И я считаю, что это прям вообще ужас полный. Будем следить за завтрашним видеоблогом, будем следить за всем этим делом. Если что, ну, вы знаете, что мы будем делать, да, как бы там, ну, уже вариантов ноль. Если там отмена такая, которая анонсирована сегодня, то нас ждут интересные-интересные моментики. Начнется хороший бунтик, хорошие вещи начнут происходить в нашей любимейшей игре. Наконец-таки мы вернемся к тем временам, когда у нас были проблемы с аптечкой. И я повторюсь, друзья, то обновление, которое завтра появляется, связанное с устройствами, это первое обновление за 10 лет, которое, грубо говоря, откатило. И это неспроста, это не то, что вы думаете, если вы думаете, что кто-то там пожалеть решил, я уверен. Здесь все это было уже давным-давно продумано, давным-давно это все придумали. И это простой, обычный маркетинговый ход. Дабы заработать с контейнеров, дабы заработать уже с повышенных цен на устройства. Ну и плюс на корпуса устройства в магазине, как бы, ну тут дефолтик по 5000 танкоинов. По цене я, честно говоря, не особо шарю, но довольно неплохо, довольно неплохо. Пишите, друзья, в комментариях, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете по поводу вот этих вот обновлений. Согласны ли вы с моей точки зрения, я, ну, не мог пройти мимо, да, хоть и в глубине души уже прямо сейчас, буквально полчаса назад, я думал о том, что, может быть, мне вообще ничего не говорить, может мне промолчать, да, а потом я подумал, да нет, если уж я буду молчать, то ничем хорошим, конечно же, это заканчиваться не будет, поэтому решил записать, послушать вашу точку зрения, да, обязательно напишите, что вы думаете по этому поводу, мне будет интересно почитать, возможно, у вас какие-то есть вопросы, тоже задавайте их смело, буду отвечать, ну и не забывайте поддержать видеоролик лайком, если он вам понравился, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, приходите сегодня вечером на стрим, сегодня, я думаю, что будет о чем поговорить определенно, поэтому где-то примерно в 10, 10.30 вечера подлетайте, будем обсуждать все эти интересные обновления, которые у нас разработчики решили нам подготовить. Я пока в таком, ну, легком шоке, можно так сказать. Немножко недоумеваю, что вообще у нас происходит, но пробиваем, просто пробиваем вновь, как-то так. Спасибо, друзья, всем, кто досмотрел данный видеоролик до конца. С вами был мистер Ваньки, друзья, надеемся на лучшее, давайте, удачи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok